здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала мы продолжаем прохождение игрушечки мор утопия и мы с вами подошли к дому или или речевой время 12 часов в принципе стартовали мы игру с 6 часов так что идем мы с вами довольно хорошо я даже во многом наверное опережаю нужно необходимое время поэтому скажу что время в этой игре это довольно абстрактное понятие но вроде бы идиот а вроде бы не сильно мешает прохождению но первый день он очень насыщен событиями очень много персонажей с которыми мы должны с вами успеть познакомиться поэтому первый день не стоит сильно задерживаться и следует конечно торопиться не самые у нас лучшие показатели немножко всего добавляется но с этим мы с вами будем бороться по мере необходимости пока все вполне неплохо дом юлия люречевой под названием не вот очень странные названия на самом деле у всех мест локаций но этого есть своя подоплека итак это единственный человек не но может быть не не единственный очень много здесь на самом деле приезжих людей не скажем так не из ключевых жителей именно этого города аналитик ученый вы в принципе один из самых приятных персонажей в игре такой вот у нее дом такое вот место и собственно юлия люречева боюсь от меня сейчас немного проку я разучилась наблюдать в моей голове разлад и я не могу связать концы с концами невидимой глазу совпадения я раньше сразу выстраивала встроенную мозаику теперь я перестала что-либо понимать может быть это признак близкой смерти в этой степи слишком тяжелый воздух наверное все дело в этом ах нет ну конечно цветет и герба травяная но она цветет из года в год то есть твери и всякий раз степь наполняется этим морогом я же говорю не об усталости о том что утратила способность сочетать далекие вещи а что же это за трава и демонизирует старожилы но мне кажется что в ней нет ничего особенного кроме связанных с ней суеверий и этого дикого пряного аромата да она действует наркотически но банальная полы чит-лист или белина вызывает галлюцинации поинтереснее жаль что я не силен гербология как одиноко здесь значит сегодня убили всех кто оказался сфере вашего интереса тогда надеюсь что ко мне вы зашли случайно очень много вариантов разговора я сомневаюсь что я справлю сам скажите мне прямо и просто что вы думаете о происходящем да я слышала один остряк сказал что вы собираетесь собирайте приметы убийцы пока он собирает ваши забавно то что вы охотитесь друг за другом если просто и честно мне кажется что интрига разворачивается вокруг вас и вы здесь завязните по крайней мере на неделю и как бы вы вели себя на моем месте знаете что я вам скажу вы лучше не надеетесь на слова наших феодалов тут вечная интрига треугольник интересов все кто влиятель не будут стараться использовать ваш авторитет в своих целях я не щаславен может быть люди рангом пониже не захотят пользоваться моим авторитетом а такие испугаются его сияние откровенничать не будут с вашими данными советую попытать счастье во втором эшелоне место аристократии это влиятельные барышни о высоких делах они знают больше чем простецы и заинтересованы в них меньше чем правители что же это за девушки аристократки аристократки в местной системе ценностей провинциальная аристократия отличается не благородным происхождением а тайной степенью интересности дикая история вызывающая поведение что вы хотите это же глушь назовите мне это влиять на хасо лара его ваша покорная слуга и конечно же мария катерину слушать не советую она же умирает ее разум совсем затуманен морфи остальные скорее всего будут врать вы это наверное не выносите не любите когда вас обманывают на дух не переношу смерть лучше чем обман а когда играют вами вы любите и того меньше ну тогда обратите внимание на марию она гордая умрет но врать не будет а вот насчет играть впрочем я думаю с вами не осмелятся слишком уж трепетно от вас отзывались цените ее любовь она ведь гордячка ну да ладно как вы намерены действовать мне нужно подумать с вашего позволения если у меня появятся вопросы я и задам раз уж вы одна из этих девушек итак она нам сказала что раз вы не сможете найти свои ответы в трех домах попробуйте действовать через аристократок это собственно его ян это собственно сама юлия люричева это она ангел с которой мы познакомимся немножко попозже и предсказательница мария несмотря на то что она длинных членов семьи дома каинов она действительно во многих вопросах будет скорее на нашей стороне боюсь что это закономерно симон был обречен так этот вариант у нас пропал но есть еще много других диалогов я хочу найти убийцу симона и сидора могу я рассчитывать на вашу помощь соборов сказал что вы хороший аналитик не лучше чем вы это точно я совсем не умею искать убийцу разве что способна поставлять их нами на их место самые неожиданные силы не имеющие человеческого облика шабана кадыр пугало для простецов я бы обрабатывал иные версии какие же если часть обстоятельства его смерти говорили что симон закрылся а кут утром умер во внутреннем покое своего дома что ж я думаю симон был отравлен я бы допустила что кем-то из каян их но я знаю что это за семья гордыни семейная солидарность почитание главы семьи правителей мудреца верят в проклятие бесчестных поступков они бы не унизились до такого даже если бы очень хотелось почему же вы сделали такой вывод вы наверное смутно представляете что стоит за этими словами умер состоянии внутреннего покоя вам уже известно что именно каины называют внутренним покоем тервен очень многозначный они ведь всегда любили двусмысленности так что же это такое внутренний покой это не абстракция это скорее математика туда не может проникнуть никто кроме обладателя значит он принес убийцу с собой а точнее в себе поскольку одежду кажется во внутренний покой тоже не провести откуда вам все это известно да это уже всем известно каины же обожают такие штуки они не упускают возможность строить и мастерить их при любой возможности игры с пространством с физикой с оптикой с разными аномалиями это что-то вроде камеры обскура нет никто туда проникнуть не мог к тому же этот запрет на прием воды и пищи а тогда вызывает сомнение смерти седоровиков был заколот да еще как стах рубин сказал лари что исидор был убит чем-то что напоминает огромный коготь не слыхан а в пору тут заговорите о степных чудовищах сплетенных из чужих костей что огромный коготь такой был профиль раны вроде бы рубин употребил этот термин не думайте что это мы с ларой такие умницы если вам интересно поговорите с ним а то вот-вот он отправится к симону ой извините дурная оговорка вышла а где он теперь этот рубин я думаю оплакивает учителя он ведь был так привязан к нему вы уже были в доме у исидора нет туда никого не пускают да это меняет дело так вы говорите что исидор был последний с кем виделся симон но уже наверное не первым он ведь вернулся из степи еще засветло у каинах было за полночь где он провел еще несколько часов если домой он не заходил именно поэтому я пошел по следам исидора я хочу пройти тот же путь который прошел он не поймите меня превратно айсидор был у самбурова да при предупредил его о том что нужно готовиться к скорым потрясениям интересно предположу что степи он увидел или узнал что-то о чем чел нужным известить всех троих феодалов когда между самбуровым и каином должны быть ольгемские наверняка отправился к одному из них тем более бурых был человеком дома в ольгемских во как конечно ольгемский контролирует весь проект быков от боин до железной дороги и сидор непременно должен был известить влада о своем возвращении если его новость касалась уклада так что навестите сгусток это название дома хотя она вполне могло бы относиться и хозяину спасибо юлия что бы я делал без вас так попробуем уложить все немножко в рамки понимания последний человек с кем виделся симон это артемий бур это исидор бурых исидор бурых встретился с симоном по возвращению из степи встретился с ним поздно ночью у соборов он побывал уже засветло но как вы понимаете город небольшой дайте от одного другому очень не сложно недолго то и аналитически мы догадываемся что здесь может быть заинтересован еще ольгемские семья ольгемских а так как ольгемский у нас заведуют бойнями и очень сильно увязаны на понятие уклада да и сидоре мы знаем что он должен был стать главой уклада соответственно что то может знать и семья ольгемских о том что здесь происходит также мы узнаем о неком стахе рубине ученики доктора и сидора лекаря знахаря который собирается направиться в дом каина для видимо осмотра тела симона а также возникают некоторые первые подробности того что враг это какая-то отрава то есть это не убийца не шабнака дыр и даже не артемий бурах а какая-то какой-то яд так я не уверен где мы здесь с вами читали точно если это юлия лиричева действительно мыслит рационально она выгодно выделяется из массы местного населения а кроме кто уверен что мне нужно узнать убийцу до наступления ночи и подготовиться к неизбежной встречи иначе я стану следующей жертвой звучит нелепо но чего же тогда при мысли об этом холодок бежит по коже я следую по маршруту и сидора моя конечная цель возвращение в горное на очереди ольгемские третье из правящих семейств пусть и сидора вне всяких сомнений лежал через их дом похоже этому ольгемскому и сидор подчинялся согласно отношениям патриархального старшинства не стоит забывать что у нас есть побочная миссия 1 вообще давайте так давайте мы еще немножко пообщаемся с этой женщиной то что разговоры эти важны расскажите мне о лари я не буду особенно распространяться познакомьтесь с ней и сами все узнаете с ларой у меня сложное отношение почему же говорят что лара ангел доброты что она в каждом готова видеть друга одаривать одаривает привечает после гибели отца она сделала дом равелий самым гостеприимным местом в городе в общем не считают самой доброй девушкой в нашем городе но это не так на самом деле она человек сломленный горем тяжелой утраты я знаю что все ее дары это подношение мертвому она раздает посторонним подарки приготовленные для кого-то кому они не пригодились кто этот человек я думаю может быть это ее безвременно погибший отец но это все только мои версии я наблюдала за людьми и делаю выводы вот и все значит лара не ангел и людей она любит очень специфически жалеет их за то что они могут умереть также внезапно как ее умерший кумир она в каждом виде будущего покойника я не люблю я за это но вам она со временем может оказать поистине неоценимые услуги я понимаю она говорит о истории лары равель это как раз объясняет почему мы ее всегда застаем в таком довольно депрессивном состоянии эта девочка самозванка вам нравится она не убийца вам нравится его я очень ужасно нравится странно я думал в они иного мнения она пролетворяется порочной глуповатой но это все маска я бы хотела чтобы его дружила со мной но она не понимает меня и правильно она во всех отношениях выше меня я не верю своим ушам не исключено что рано или поздно в ней проснется неистовый фанатизм когда она полностью растворится в предмете своей страсти и наверное немедленно примет смерть во имя своего служения но не будем больше об этом хорошо странная пространственный разговор да тем не менее не кажется что грудь у меня забита ватой как я говорил очень многие разговоры здесь имеют свой подсмысл и история каждого персонажа здесь она будет раскрываться по ходу прохождения в том числе немножко что-то об этом мы можем найти в диалогах значит сегодня убили всех кто оказался сфере вашего интереса надеюсь что ко мне вы зашли случайно сегодня совсем так то я надеюсь что знакомство со мной вам не повредит в общем большую больше ничего особо интересного мы у нее наверное не услышим тем не менее все вот эти разговоры они позволяют сложить некую картину происходящего картину того что того кто здесь что здесь и как здесь также также стоит сейчас этим заниматься или нет не знаю давайте так у нас остается отправиться в третью семью да давайте наверно в этой серии мы с вами познакомимся с третьей семьей семьей некоцианта семьей ростовщика торгаша ольгинского знакомиться с вами с большим владом или с тяжелым владом как его еще здесь называют так вот только я иду немножко не туда первой серии я пожалуй буду оставлять все вот эти перемещения по городу если это будет интересно потом впоследствии все вот эти хождение оброждение мы можем с вами немножко и под вырезать если это будет не очень нужно а так у тебя ничего нет печально да стоит продолжать проверять мусорки это обязательно покопаться в помойке это святое дело в этой игре да что в принципе у них в основном по трошке больше ничего такого не будет крючок стоит два стоит пять ладно пока по патронам нормально все так это собственно театр мы проходим тебя ничего нет шикарно шикарно есть места где конечно помоек побольше но нам пока не по пути и мы с вами выходим третье необычное место это сгусток резиденция семьи ольгинский малышки малышка бывает очень ценные вещи действительно ценные но об этом давайте опять же попозже и в игре есть отмычки самодельная . одноразовым такими отмычками можно открывать простые замки отходных дверей в типовых домах большинстве своем как мы знаем дома закрыты кроме некоторых моментов или некоторых случаев но имея отмычку мы можем зайти в дом и обворовать но опять же странно истечения на нашу репутацию это не сильно скажется зато мы можем получить по шапке от жителей этого дома конкретно от мужчин так что конечно это имеет смысл но это имеет смысл только в крайнем случае когда у нас например будет все очень печально ну с едой примеру когда мы этим вопросом и займемся и так резиденция сгусток дом ольгинских семьи клана ольгинских и на самом входе нас встречает с вами вот такое изображение адонга червя здесь все довольно мрачно да так как выглядит не столь официозно но тем не менее по-царски по-царски и большой влад или точнее тяжелый клад картинные бойни все как положено судьба все устраивает к выгоде тех кому она покровительствует а бакалавр донковский конечно тоже еще таким франтом и к нам на слышу на слышу уже смотрелись извольте видеть каком состоянии находится промышленность у нас здесь свои порядки как интересно и в каком же состоянии находится ваша промышленность помилуйте это же сложное предприятие целый комплекс тысячелетней истории чтобы управлять таким колоссом нужен особый подход вы понимаете меня эмиссар нет уж позвольте в таких комплексах всегда есть что исправить я вижу мы не понимаем друг друга это же совершенно особенный проект совершенно особенный а это значит что подходить к нему с общепринятыми мерками наивно во всех отношениях наверно вы правы нет я не поверю в существование какого-то глиняного убийцы да тяжело нам будет вернуть жизнь прежнее русло я хотел узнать у вас об участи моего коллеги и сидора курха а именно как он умер не надо таких намеков что это как такое оставьтесь яс к этому не причастен возможно вот вам идейка поговаривая ведь что и сидора убил степной демон шабна кадыр как тишко то из раны выудили а детей экстентриков такое можно стерпеть но от почтенного негацианта вам трудно в это поверить тут многие раньше не верили на хоть вот мой сынок сынник из сынников и тот уже полагает что это всерьез умом повредился на этой почве тут степь дикость восток мертвые восстают из могил глиняные чучело пляшут быки разговаривают а вот что хорошо знает степь ваш сын он якшается с этим отремьем смеси к смесниками садон х с пастухами травниками учит их язык собирает предания совсем распустил их дошло до того что они уже приходят к нему появляются в черте города если какой-то червь крадется по переулкам значит точно к нему вызовите их отремя они опасны злобны ненавидят всех кто не степняк сразу бросаются убивают рвут зубами тут же жрут ваше мясо пока вы еще кулаками машете потому если видим их черте города тоже сразу принимаем меры так что же вас сын он может рассказать мне об этом существе а вот этого не надо своим дураком то хотите пообщаться нет говорить вам с ним не о чем тут его нет хорошо что нет я не хочу чтобы вы встречались слышите ли а мое слово твердо купеческое да в этом я не сомневаюсь то есть ну это не основная конечно же ветка но это основная ветка но не основная тема нашего разговора не основная цель посещения ольги мского он говорит о том что его сын до того циничный и скажем так человек рационального склада ума тоже собственно заинтересовался укладом и на этой почве даже повернулся вплоть до того что ведет диалоги с адонгами изучает их уклад и изучает их строение и так далее в то же время сам по себе в лаках влад как содержатель боин как человек которого адонге важны лишь как рабочая сила грубо говоря не считает их за людей считает как зверями и степи практически больше зверями чем людьми грубо говоря такой вот он собственно влад но и как вы как следствие использует их только ради того чтобы проект быков или проект боин существовал так времечко то идет времечко идет когда нам особо рассусоливать да тяжело нам будет вернуть жизнь прежнего русла как вы думаете отчего умер симон я не думаю что был убит как мог не погибнуть тот кто пытается править единодержавно у нас это невозможно баланс обеспечивается равновесие вы хотите сказать что смерти симона были заинтересованы люди стоящие власти помилуйте я говорю что когда человек берет на себя слишком много обстоятельства его перемалывают так устроена жизнь однако люди утверждают что обстоятельства были невластны над симоном этот факт кажется не подвергают сомнению симон жил очень долго очень достойный был человек но долго это не значит вечно так никто не виноват его смерти осмотрите тело и вы поймете что все случилось само каин не дает осмотреть тело ну это временно семейная традиция он вас не обманывает сам верит в убийство если ему придется признать что симон умер просто от смерти скорее всего он тут же сам отправится к братцам не вынесет шока странно георгий к я не произвел мне впечатление чувствительного человека девочка еще ничего она мальчишка мальчишка невыносим а теперь мы подходим к сути нашего расследования киседор заходил к вам домой прошлой ночью не отпирайтесь и что с того заходил мне известно даже то о чем вы говорили я хочу знать только одно почему он вас направил к симону помилуйте значит управы на меня искать хотел ахоныуда негодяй да вот же потребовал чтобы я остановил работы так же мне было не выставить его он чем он это аргументировал чем он это а негодяй он и к дочке было постучался знал через кого мне на слабину давить да я велел закрыться ушел он не словно хлебавшие ахона значит к симону пошел хорошо хоть сын бездельник шляется где-то это мог ведь и что мог а это уж постейнейшие наши дела а вам я указал хозяйстве у меня порядок смотрите наш отчет по поставкам мяса и шкур уж как я это все ничего бунтует не бунтует это моя очередь хочу с каши есть хочу масло пахтаю все понятно не моги нраву моему препятствовать не так собственно в данный момент в данный момент термитники и бойни запечатаны закрыты во время смерти симона симона одновременно с этим произошли волнение в термитнике и это место закрыта поэтому про производство временно остановлено в бойнях но ближайшее время должен приехать а поезд за товарами и поэтому влад говорит что бунтует они там или не бунтует но производство я восстановлю тем не менее раз уж мы здесь мы с вами также зайдем это конечно не хозяйки но я с вашего позволения буду называть их хозяйками а по а что же тут черта делает давайте за ним последим ведь не зря же нам влад тяжелый влад сказал что если вы видите червя значит он точно идет к моему сыну хотя всеми правдами пытался не допустить нашего знакомства с сыном мы конечно же не забываем о святом деле какие-то производственные места до а это станция это собственно сама по себе железнодорожная станция ага нет я понял вообще не знаю анимации атаки поэтому мы сейчас еще по щам наверно отходим но вроде нет вроде на руку так а почему агрессия потому что вы нападаете или потому что я отследил тебя ну да честно скажу друзья я знал зачем этот червь бежит и поэтому именно так через червя мы узнаем где находится младший влад сын ольгинского чё там в колодце непонятно сын ольгинского и интересное изображение давайте знакомиться свои корысти разыгрывает любые роли даже роль бескорыстия вы нашли меня здесь что ж я не удивлен вы полагают тоже не удивляетесь всеобщей осветомленности слух о вашем появлении распространился мгновенно зачем изволили пожаловать я приехал к вам дали осмотры местных достопримечательностей интереснейший случай вчера был замечен в районе почки играются свою по своему обыкновению земле дети внезапно кинулись прочь от песочницы по словам свидетелей ручки не были быть не смочены кровью однако ни выражение лиц не голоса не свидетельствует о том что кто-то из них ранен или удивлен какова же разгадка когда стревоженные взрослые подошли к месту их игры они не нашли ничего особенного только какие-то куличики и колышка что вы об этом думаете странные дети играют ваши страны игры играют ваши дети при этом познакомиться с человеком скептического склада я владислав ольгинский младший разумеется а вы конечно данил данковский да это я что у меня есть для вас интересные новости бакалавр вы кажется ищите убийцу да я вас слушаю вы представляете насколько распространяются слухи в этом городе что слух дошел просто везде повсюду и все уже знают что мы собственно делаем этом городе мне придется кратко вести вас курс дела скажите вам уже рассказывали о том что такое термитник я с интересом выслушаю вашу версию термитник это огромная ночлежка в которой живут хотя жизнью это трудно назвать лучше подошло бы слово гнездятся рабочие проекта быков они живут там коммуны и ведут довольно непредиздательный образ жизни можно без оговорок назвать его первобыт что такой проект быков проектом быков мы называем весь промышленный комплекс города начиная с бойны заканчивая товарной станции вам интересно очень интересно продолжайте тогда я перейду к сути в этом гнездилище коллективного разума случилось одно из тех волнений которые не имеют ни причин ни целей как звери испуганные грозой эти рабочие время от времени начинают метаться они бесную цифруют вгрызается друг друга словом неприглядная картина массового волнения как я понимаю сейчас то происходит нечто подобное именно и почему же вы мне об этом рассказываете волнения в термитнике случались уже не раз несколько дней толпа беснуется потом они успокаиваются все разу это внезапное успокоение также беспричинно как и восстание удорожащие их незадолго до этого так вот учитывая наш опыт общения с укладом мы просто перекрываем вход в этот зверинец пока в мятеж не уляжется что такое уклад укладом мы называем но это трудно объяснить неважно весь этот их с позволения сказать социум всю эту многоголосную биологию хорошо вернемся в теме обычно мы перегородя перекрываем входы загодя признаки грядущей вспышки массового безумия видны заблаговременно и настоятель термитника сообщает нам об этом но настоятель тычик недавно скончался как все совпало вы не находите всеобщая анархия так вот пока мы принимали меры кто-то из уклада успел сбежать в город а чего он умер да откуда мне стать наверно какая-нибудь болезнь или несчастный случай речь сейчас не об этом что еще за болезнь доходит грипп или грыжа я не знаю от чего он умер до признаться я и не хочу знать если те муравьи умирают они сами же и растаскивают павшего собрата на куски сами хоронят то что после этого от него остается это вас профессиональный интерес говорит ну да что то вроде того у нас взаимный интерес доктор вы ищете убийцу я уверен что это беглый мясник он хочет он очень подходит под признаки этого якобы получеловека говорят ведь каины что симона убил не человек а в нашей семье не нужны лишние волнения в городе этот мясник одурманенный безумными мыслями может понести черт знает что почему же ваша семья так заинтересована общественном спокойствии но потому что мы правители не из филантропии я вас уверяю конце концов мы отвечаем за производство если волнение разрастается заводы встанут а в работе проекта начнутся сбои а у нас ведь контракты мы теряем деньги странно что вам нужно это объяснять я понимаю значит вы хотите чтобы беглец своими речами растревожил и без того перепуганных людей вы угадали они правда и разговаривать то почти не умеют но от этого только страшнее они полу люди полу звери когда они начинают глаголить они очень похожи на правозвестников конца света мне нужно чтобы он исчез этот месяц и сдайте его каином а если этот зверь нападет на вас просто убейте а мы не постоим за ценой хорошо я посмотрю где мне его найти скорее всего его окрывают в одном подозрительном доме а это в квартале сырые застройки так вот мой отец человек крутого нрава тому же он вспыльчив если он узнает что сырые застройки открывает беглого мятежника ох он наворотит дел лишняя жестокость не пойдет на пользу никому говорю вам я хочу мира не крови попробую убедиться в том что вы правы покажите мне это дом это ночлежка оспина младший от гимский очень хочется бояться от какого-то зверообразного смутьяна таким же к окажется существо убийство которого не считается преступлением собственно стоит пояснить а как вы поняли каждая семья имеет свою теорию о том кто же является убийцей соборов считает что убийца гаруспик ольгинский считает что это один из местников которые смогли убежать до закрытия термитника то есть то ли на них влияет морок дверь травы что они начинают бесноваться то ли здесь что-то еще происходят акаины приглашают собственно ученика исидора чтобы понять от чего же умер умер симон но они все же считают что симон просто умер и и все то есть он решил что пора все предупредил и собственно в погиб но сейчас не это важно собственно как вы понимаете это еще одна из сторонних миссий которые в отличие от остальных мы с вами пойдем сделаем буквально прямо сейчас прямо здесь у нас появляется первое это беглец многоногий следующая миссия это беглец звероподобный младший ольгинский являясь собой поистине восточный пример семейного послушания или у него есть свои скрытые планы как бы там ни было он очень хочет избавиться от какого-то звероподобного смутьяна каким же окажется существо убийство которого не считается преступлением и по задачам дня мы продолжаем следовать подозрительная семья старший ольгинский темнит вскрывается нервничает когда разговор заходит о хозяйстве в ответ на вопрос о сыне почтеннейший скотопромышленник вышел из себя сын скорее всего знает не меньше чем отец а разговаривать разговорить его будет проще но как его найти собственно его нашли это хорошо но именно то что он говорит думает что самозванка посланной это все очень важно влад теперь скажите мне было сидор у вас прошлой ночи только говорите честно да и сидор у меня был только не спрашивайте о чем мы разговаривали потому что я не вправе об этом говорить потому что вы подведете тем самым своего отца не правда ли да похоже с вами лучше играть в открытую как вы помните исполнители исполнители нам свое время сказали что есть люди которые непростые но они очень о многом темнят и практически из каждого из персонажей ответы мы должны тащить чуть ли не клещами пока вы производите на меня впечатление очень умного человека вы же говорили с отцом что вам известно к сожалению не каждый каждый из персонажей не хочет признаваться что именно говорил им и седор и какую весть он разнес по домам правителей как же его разговорить я не уверен что вы знаете мы можем сыграть с ним ва-банк и искать ему что я знаю все почти все я хочу понять какую роль вы играете в этом деле вы или понадобиться что нам все расскажут но он же будет выгораживать своего отца и я сомневаюсь что он при этом нам что-то скажу но давайте попробуем надеяться на его честность и седор сказал заметьте это лишь с его слов сказал что степных становищах началась эпидемия возможно эпидемия тербаргане и болезни то есть чумы отец отец приказал закрыть термин чтобы предотвратить проникновение туда заразы так вы думаете седор уже был болен когда он говорил с вами он был завернут в драпировку от него пахло спиртом он сказал что это профилактические меры но я до сих пор допускаю что он устроил все это чтобы убедить меня потерпев неудачу с отцом а я болван повелся на его спектакль значит он уже был заражен когда посетил симона нужно предупредить рубина причем срочно он собирается смотреть симона как только каины выдержат положенный срок где его искать я не знаю где он обычно бывает не знаю у них была скрытая прозекторная где-то на воровских складах но никто не знает какого именно жил он в основном степи иногда ночевал термитники иногда в приюте у лары равен но там его нет я знаю он ушел прочь оплакивать учителя а как бы и вы поступили в такой ситуации я бы стал ждать его у каинах все просто и мы с вами начинаем потихоньку докапываться до сути происходящего до сути того что здесь происходит в ходе расследования двойного убийства скрылись новые детали велика вероятность что симон каин симон каин погиб от какой-то неизвестной заразы нужно предупредить об опасности последнего городского медика стаха рубина прежде чем он прикоснется к зараженному телу так хорошо прекрасно что еще ты мне хочешь рассказать что вы думаете про гибель симона известно что перед самой кончины симон ограничил свой круг общения он принимал лишь двух посетителей о первом я ничего не знаю во втором был никто иной как и сидор бурах то что он был убит этой же ночью наводит на некоторые мысли не так ли убийца убрал свидетеля или сообщники писедор ведь был человеком непростым я не рассказывал вам о той роли которую он играл в укладе плать считал весьма авторитетной персоной это не всем нравилось а например вашему отцу да как видите это признаю если бы я не был твердо уверен невинности моего учителя мы с ним к слову сказать друг друга на дух не переносим я никогда бы вам в этом не признался и сидор был нужен отцу он был ему выгоден а для отца этот аргумент решает все как лекарь и сидор был не врачом скорее знахрен он ведь не изучал медицину все его рецепты строили сказать так на корешках да он знал немало если угодно он был колдуном совсем иного плана нежели симон земляным колдуном если можно так выразиться впервые слышу о том что симон был колдуном симон был чародеем и сидор знахарем и вы полагаете что знахарь и сидора было по силам совершить невозможное это вариант это вариант но не бесспорный да то есть сложно сказать мистика все это или нет но мы точно знаем что сидор был хорошим травником что он разбирался в укладе и мог отличить травы мог работать с травами с другой стороны мы знаем что как минимум симон изобрел внутренний покой некое уравнение некоторое место которым можно спрятать себя и одновременно с этим не спрятать я считаю что все же все же внутренний покой но я могу ошибаться друзья это не конкретно теория это некое место которое одновременно есть и скажем так и в этом мире и не в этом мире в мозгах человека и одновременно с этим он это место реальное то есть некая проекция воображение что ли или что-то такое чтобы понять что я имею ввиду я бы скорее взял примером те самые чертоги разума шерлока холмса например ну чтобы вы понимали о чем я но это не совсем верно потому что это место действительно существует как в хранилище души мозга да так и в реальности но об этом немножко попозже это все равно чтобы поставить два зеркала друг против друга да и мы с вами видим лабиринт из туннелей зеркал и вот что внутренний покой это что-то вроде этого туннеля зеркального который вроде бы есть а вроде бы и нет сложно объяснить но сейчас не об этом мы наконец-то во первых понимаем почему мы должны в этом дне максимально торопиться максимально торопиться потому что если исидор принес из степи заразу болезнь и и заразил этой болезнью симона то как только рубин проведет скрытие тела это же болезнь распространиться по всему городу и весь город умрет и в том числе и мы как главный герой именно об этом нас предупреждала мария именно об этом нас предупреждала катерина соборова очень помогает надписи на картах я иногда забываю имена и немножко в этом путать именно поэтому мы должны завершить миссию первого дня иначе мы умрем то есть мы должны не допустить с вами возможную возможно выпуска болезни в эти колонках тоже можно набирать воду но они будут работать буквально один или два дня потом водопровод куда-то исчезнет так так как же нам лучше пройти из склады попробуем через склады ужасное место для прохождения потому что такие коридорчики вечно вот эти вот заборы настроены не поймешь толком как как здесь идти но к счастью счастью есть карта рабочая карта это хорошо а здесь ходят входят фабричные у фабричных можно чинить наше вооружение наше оружие как женщина чинит собственно одежду так и у фабричных можно починить наше вооружение я немножко кривовато пошел но ладно в принципе мы и так скузаем можно по путям пройти это неплохой вариант бегать в игре нельзя я могу только прыгать могу краса но бега в игре не предусмотрено и также в игре не предусмотрено каких-то быстрых перемещений поэтому ножками ножками только ножками идти довольно далеко но мы по шпалам опять по шпалам я не совсем уверен что вот это за промышленная зона и что здесь именно делали рабочие но подозреваю что даже вот эта промышленная зона является некой неким подспорьем самого проекта боя то есть но возможно здесь делаются какие-то трюки и лебедки в механизмы для проекта боем то есть то что необходимо этому проекту для собственно работы и существования но я не уверен так это или нет это мы с вами узнаем наверно а может и узнаем о ходу прохождения и мы с вами подходим к одному любопытному месту ночлежке о спины один из самых не непонятных до последнего персонажей в игре оспина господи ну настроить забор а по серьезно и как во входы ну да получается поход аж вот так ужас ужас а временем то идиот в принципе нормально 220 я не могу сказать что мы хорошо идем по времени но мы идем неплохо как для первого раза прохождения вполне вполне неплохо вот обратите внимание люди увидели эту женщину и считают что она шабна кадыр приняла обличие и они это не и агрится пытаются ударить очень плохо вот эти все обходы плохо плохо с ориентированием на местности но ничего научимся ходить а там оказывается дырка в заборе было что-то будешь делать ладно собственно это ночлежка о спины давайте с ней познакомимся мрачное довольно место мрачное тут такие вот куклы у меня дыра под сердцем и собственно о спина довольно молодая особо любое вранье окажется правдой не стоит хитрить землей знаешь где можно найти чистую воду ты местная я приезжий я-то знаю мне интересно знаешь ли ты а чем плоха водопроводная вся эта вода течет из степи она не слишком чиста а накануне я обошла все окрестные источники как теперь чистой воды в городе почти и не осталось всюду солоноватый привкус по цвету она красно-ржавая в ней попадаются какие-то мертвые мерзкие сгустки и где теперь брать чистую воду чистую воду жители хранят в домашних резервуарах скромных запасов которые они сделали в последнее время должно хватить еще ненадолго а потом придется хлебать это кровавое пойло какая мерзость почему так кричат в термитнике кого они там величают и что же тебе здесь нужно у тебя скрывается беглец проводи меня к нему с какой стати мне нужно его расспросить это мясник он не будет с тобой разговаривать да и ты его не поймешь он тут уже больше суток но даже я не сумела толком его разговорить лучше уж я тебе расскажу кое-что о чем ты мне хочешь рассказать большой влад неспроста закупорил термитник мясник урчит суббурно но если разобрать что он бормочет а внутри творятся такие вещи что у меня волосы дыбом встают это жуткая анимация это кошмар тысячи человек разом тронулись рассудком умерло много заваривается кашка отчего они умерли не знаю поди разбери мясник мне сам расскажет уверен он в бешенстве ты забыл или думаешь что он будет с тобой общаться ты ошибаешься они так-то мало разговаривают когда на них находит морг они только ревут рвут и воют я сумею за себя постоять но иди мясник ночлежки с обратной стороны дома только не жалуйся потом я разберусь и так кто же такая оспина оспина ну пока я вам скажу лишь так свое вот этот дом она держит для тех людей кто действительно находится в отчаянии то если бы этот мясник собственно убежал бы в город его был просто убили бы служивые поэтому это своего рода некое убежище для степняков вот но собственно мы познакомимся с вами еще попозже немножко более подробно но вот такая цель у нее в игре то есть она своего рода помощник для них так хорошо может есть и сейчас мы с вами познакомимся с мясником это не адонг и черт выглядит они немножко по-другому собственно вот это житель степи или мясник или точнее человек имеющий право на разделку туши то есть на работу с мясом если можно так сказать или типа того скажи мне любезный ты меня понимаешь и он на нас нападает то есть в данный момент мясники под неким влиянием в состоянии вешенства если можно так сказать взять с него нечего так хорошо мы выполнили задачу влада а узнать не прячется ли убийца ночлежки для бедняков мясник в ночлежке которая с обратной стороны дома пришлось убить мясника младший влад сына ульгивского будет доволен таким поворотом событий когда миссия заканчивается или выполнена в описании у нее стоит вот такие три звездочки то есть можно понять что миссию мы закончили с вами мне интересно лишь попробовать дойти до оспен и сказать что мне пришлось убить этого мистико насколько это получится я не уверен давайте попробуем но не стоит забывать что время тик так время идет что с моими глазами как у тебя жилы напухли это моя близость так волнует твою кровь кто-нибудь хотел убить симона вот ведь еще никто не видел шабнака а все уже знают его воли например знаю что жертва людоеда предчувствует свою смерть заранее узнает что от следующий ходит мается ждет ждет и дожидается вот так можно узнать на кого идет охота почему ты говоришь он а не она я не верю что людоед женщина все конечно может быть мне кажется что у него вообще нет пола ты хорошо осведомлена то есть и предчувствие хозяй и некоторые домыслы персонажей по своей сути нам открывают кто же является истинным убийцей в этом месте в этом мире так нам надо как-то вернуться к младшему младу собрать награду за убийство поэтому ну да наверное как то так можем конечно и по железной дороге но через город я думаю будет интересно путь правда будет длинноват если что не ругайтесь а впрочем а впрочем давайте мы наверное на этом серию закончим продолжим уже рядом с дома младшего влада и знакомство с этим миром продолжим в следующей серии и я вас прошу очень внимательно все таки относиться к диалогам потому что да игра не экшеновая игра более на фантазию и очень вас прошу подключить фантазию представить реальное существование этого города иначе это будет просто неинтересно смотреть все вот эти брожения, диалоги, брожения, диалоги суть не в брожении в игре суть в самих диалогах и не только в диалогах потому что конечно же у нас будет и экшен и экшен будет прилично не самого качества но все таки прилично самое главное чтобы вы поверили в существование этого места этого города покрытого дурманом тверина города населенного существами степи городом в котором наука и что-то потустороннее магическое входит рука в оборуд где на самом деле очень много моментов которые надо еще понять осознать и разобрать просто первый день он такой что очень подробно и очень долго вводит нас курс события этого места другие дни будут проходить намного бодрее и веселей на этом пока все друзья спасибо большое за внимание подписывайтесь комментируйте оставляйте ваши оценочки рекомендуйте канал друзьям и до новых серий всем пока пока